Всем привет! Рад вас видеть! Спасибо вам за то, что смотрите эти монологи мои, за то, что пишете комментарии. Такие интересные беседы в комментариях. Я с удовольствием их читаю, иногда даже присоединяюсь к этим беседам. Когда мне есть что сказать. А мне вообще мало что есть сказать. Все, что есть, я все здесь говорю. Я же слушаю рок-музыку, поэтому я не очень умный человек. Да-да-да-да-да. Не обижайтесь никто. Но сегодня сначала я хочу сделать маленькое объявление. Объявление следующее. Оно, может быть, заинтересует тех, кто любит живую рок-музыку. Это никакая не реклама, это просто объявление. Потому что мы все любим живую рок-музыку. Я сам ее даже иногда играю, а уж послушать на концерте. Все-таки приятно. Да, значит, 24 февраля я вас приглашаю в клуб «Космонавт» в Санкт-Петербурге на улицу Бронницкая, 24, по-моему, если меня не изменится. Да, 24. 24 февраля. Бронницкая, 24, клуб «Космонавт». Большой праздник музыки Битлз и классического рока. Принимает участие группа из Кубы. Айдол Гонзалес, Портилла, Филоритмика, Куба. Будут играть песню «Come Together» и что-то из Битлз еще прямо с Кубы. Также будут группы «Dead Zeppelin», «Light My Doors», «Дорога жизни», праздник музыки Битлз. А, еще Александр Загрянский и «The Silent Gang». Так что приходите в клуб «Космонавт» на большой праздник музыки Битлз и классического рока, 24 февраля. Ну, а коль скоро речь зашла о празднике музыки Битлз, то, конечно, вот пластиночка «Ebbe Road» в моих руках. Одно из бесчисленных переизданий, сколько их было, я не знаю, уже сосчитать достаточно сложно, потому что в разных странах выходили пластинки с разным оформлением и с разной даже длиной песен. Например, у меня есть французская пластинка, где начало «Ком-Тагеза» обрезано. Там вот это «Звун-двун-двун-двун», а там начинается как-то сразу «Ту-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ». Вот такие вещи бывают. А это 2009 год, такое вот интересное переиздание. Звучит прекрасно, чтобы не говорили там про новоделы-староделы, что новоделы плохо звучат. Это все ерунда. Есть новоделы, которые хорошо звучат, есть которые не очень хорошо звучат. Есть и оригинальные пластинки, которые ужасно звучат. Первый пресс бывает ставишь, он чудовищно звучит. Есть такие, сколько угодно я могу назвать. Есть те, которые прекрасно звучат. То есть покупайте пластинку, слушайте. Не нравится – выврасывайте. Нравится – оставляйте дома. Совет старого меломана. Не надо заморачиваться с этим всем. Очень хорошее издание. Так вот, я беру. Большинство любителей «Битлз» считают, говорят, что это самый лучший альбом «Битлз». Самый лучший, просто вот клеймания где ставить. Такой он хороший. Есть люди, которым не очень нравится пластинка «Битлз». Ну, есть люди, которые вообще «Битлз» не любят. Я их из-за людей? Нет. Но это я шучу, конечно. Я всех считаю из-за людей. Вообще всех. Вообще всех, подчеркиваю. Но не всем все-таки «Битломанам» нравится эта пластинка. Я ее слушаю реже всех других пластинок «Битлз». Хотя я обожаю группу «Битлз». Я скажу даже больше. Я последние лет, наверное, 10 этот альбом не слушал. А остальные слушаю довольно часто. Почему? Я не знаю почему. Я не знаю почему. Логически объяснить это невозможно. Потому что песни все очень хорошие. Ну, может быть, кроме Максвелл Силла Хаммер, который возненавидел Джон Леннон, не принимал участия в записи этой песни. Нравилась она Ринго Стару. Джордж Харрисон тоже одурел совершенно от записи этой песни. Ринго Стар говорит, что это музыка для моей бабушки. Просто очень-очень-очень хорошая песня. И играл себе на барабанах. И ему это пришлось хорошо. Маккартни же был влюблен в этот материал музыкальный, удивительный Максвелл Силла Хаммер. Репетировал бесконечное число раз. Записывал огромное количество дублей, чем уже Харрисона добил совершенно. Он уже засыпал, играя на гитаре. Ну, в конце концов, получилось. А впервые эту песню Маккартни спел, как я читал или смотрел, я не помню. Ну, собственно, во время записи Get Back, то есть Let It Be. И они ее играли даже, по-моему, на этом концерте на крыше. Ну, может быть, я что-то путаю. Ну, вот, пожалуй, кроме этой песни все прекрасно. Все песни по отдельности хороши. Как альбом я это вообще не воспринимаю. Я не знаю, почему так получается. Ну, во-первых, по звуку он очень, конечно, выделяется из всего того, что записала группа Beatles. Потому что, как вы можете прочитать, в глубинах интернета использовался транзисторный пульт, который давал совершенно другое звучание. И я могу здесь провести параллель со звучанием виниловых пластинок и компакт-дисков. То есть по всем параметрам, по всему звучание вроде бы лучше, а воспринимается помертвее. Хотя считается, что звук здесь теплее на Эберроуд, чем на всех прочих пластинках Beatles. Я этой теплоты, вот этого тепла я здесь совершенно не слышу. Я не знаю, у меня с ушами, наверное, что-то. Или с мозгом, скорее, второе. Но так это все вылизано, так все вычищено, так все отполировано, такой глянец просто, что нет, вот как я уже говорил много раз о поздних пластинках и Битлз, нет тех самых Битлз, которые перевернули мир. Музыкальные и не только музыкальные. А они действительно перевернули мир. Совершенно по-другому стали думать молодые люди, видеть в других цветах все, безо всяких препаратов. Другие цели появились, другие ориентиры. Это сделала музыка Битлз. Но здесь такое ощущение, что собрались четверо высокопрофессиональных музыкантов высочайшего уровня, написали песни и записали их с прицелом на какое-то высокое, я не знаю, какая цель ставилась даже. То есть собрались четверо классных музыкантов, записали альбом и разошлись. Примерно так и было ведь на самом-то деле. Примерно так и происходило. И нет, я не слышу здесь цельности, цельной группы, цельной группы, которая перевернула мир, выходя на сцену или работая в студии, записывая свои пластинки. Но при этом песни гениальные, все замечательные. Ну, гениальные, я не буду, да, замечательные песни Come Together. Понятно, что это прекрасный, тяжелый рок-н-ролл, из-за которого Леном судился потом с, не помню, менеджера, который владел каталогом рок-н-роллов различных, в частности, песен Чака Берри. И суд закончился очень благополучно, благополучным образом, потому что Ленон просто был обязан из каталога вот этих рок-н-роллов записать и выпустить три песни, что он и сделал на альбоме рок-н-ролл. Судебное разбирательство закончилось на этом. И очень хорошо. Очень хорошая песня. Все вы знаете, что изначально она записывалась, как предвыборный губернаторский гимн Тимоти Лири, изобретателя ЛСД. Но потом трансформировалась в прекрасный вот этот рок-н-ролльный номер Канту Геза с отличным гитарным соло, со всеми делами. Очень тяжелая песня. Тяжелая в хорошем смысле. Something. Песня, которая мне тоже не очень нравится, на самом деле. Но не так, не очень, как Максула Силверхаммера. Хотя Something обожал Фрэнк Синатра, обожал Пау Маккарни и обожал Джон Леннон. Что для меня удивительно. Ну, такая, да, хорошая штука. О, Дарлинг. Критические отзывы такие, что Маккартни написал песню в стиле Дувоб. Не знаю, какой здесь Дувоб. Мне кажется, это ближе к блюзу, к такому. Ну, хотя Дувоб, да, тоже немножко, да. Но поет здорово, орет, кричит. Невероятно просто. С адской подачей. Вот Актопус Газен я обожаю. Песня Ринго Стара. Наверное, лучшая песня Ринго Стара из всего, что он написал к 1969 году. Там выбирать-то не еще, практически. Но она такая хорошая, такая мелодичная, такая красивая, с этим бульканем, со всеми этими синтезаторными делами. Вообще здесь, здесь, конечно, руку приложили, и Мук здесь работает на альбоме, и куча всяких электронных еще приспособлений тех времен. Очень современная запись получилась. Очень современная, оркестровая, в хорошем смысле этого слова, плотная. I want you. Песня из двух частей Джона Леннона, да. Первая часть написана довольно давно была до записи этого альбома. Вторая часть в студию уже приклеена. Но монументальное полотно. Джон Леннон здесь показал себя. Я очень люблю Джона Леннона. Больше всех, наверное, простят меня все остальные. Очень хорошо. Here comes the sun. Оттяжный Джордж Харрисон во дворе, в саду у Эрика Клэптона написал эту божественную, солнечную песню, просто уносящуюся в небеса. И можно сравнить позицию Харрисона, здесь музыкальную концепцию можно сравнить с песнями Грэма Нэша, там или Грэма Нэша даже, скорее всего, такие заулочные выси. Because спасибо Йоки Оно за песню Because. Да? Потому что она играла лунную сонату на фортепиано, Джон Леннон попросил ее немножко беды изменить это полотно, в результате чего родилась песня Beacus. А все говорят Ах, Йока, 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 вон. А Йока Оно лежала в студии, да, во время записи Эбби Роуд, некоторое время лежала на кровати. Почему она лежала не для того, чтобы выдрючиваться, да? Потому что она попала вместе с Джоном в автомобильную катастрофу, и ей нужно было лежать. Поэтому она и лежала и страдала. И не надо никого обижать. Вообще запись-то происходила в трех студиях, не только на Эбби Роуд. Начали они в Трайден студию в феврале 69-го, да, после записи Get Back, то есть Let It Be. И было два больших перерыва. Первый перерыв был, когда Ринго Стар уехал сниматься в кино, потом они продолжили немножко записываться, а потом Джон Леннон попал вместе с Йоком в автомобильную аварию. И был еще перерывчик небольшой между первой и второй, но потом все это завершилось. И дальше начинается полный беспредел после Бейк Аз. You Never Give Me Your Money кусочек маленький, красивая песня, которая была записана первым номером, когда они начали записи Би Роуд. Записали сначала You Never Give Me Your Money. Сан Кинг очень интересная штука. Джон Леннон торчал на группе Fleetwood Mac и Джордж Харрисон торчал на группе Fleetwood Mac того, той эпохи еще с Питером Грином. А Fleetwood Mac в 1968 году выпустили сингл Альбатрос. Еще без обработок, просто сухая музыка была вышла синглом. И Харрисон всюду таскался с этим синглом и всем его ставил. Так ему нравилась эта песня. И Леннону она нравилась. Леннон вообще любил очень Fleetwood Mac. И из этого Альбатроса получился Сан Кинг, где они немножко даже процитировали музыку Альбатроса, отчего Питер Грин и вся группа Fleetwood Mac пришли в пали в кому и пришли в восторг полный. Потому что Питер Грин или кто-то из них говорил, что мы вообще себя считали совершенно рядовой английской группой. Такой группой из общего ряда. А тут сами Битлз оказали нам почтение и использовали настроение и мелодию и даже музыкальные фразы из этой песни в своем блестящем альбоме Оби-Роуд. Это, конечно, уважуха была невероятная. Никто никого в суд не подавал, а наоборот сказали спасибо вам дорогие Битлз. Это просто такой кайф вы поняли всю глубину нашего таланта. На самом деле я не буду дальше все это расписывать. Мистер Мастер Польтен Пэм две песни Джона Леннона и дальше огромная череда коротеньких штучек Маккартни. Леннон был очень против такой истории. Он хотел записать обычный рок-альбом состоящий из песен. А Маккартни стремился повторить сержанта Пеппера и сделать еще более пафосное полотно. И в результате получилось не то, не сё. Леннон хотел... Потом Леннон сказал, что давайте будет одна сторона моих песен, вторая сторона Маккартни. Опять не то. и опять получилось как-то странно. Вот этот набор, который называется Пупури, это вообще какой-то странный салат. На самом деле это кусочки песен, это недописанные какие-то песни. Все очень красивые. Но это такие фрагментики. Так и называется Пупури, хотя Пупури это немножко не то. Как-то странно звучит. Леннон это не нравилось вся история. И собственно он уже был на грани ухода из группы и после этого сказал, что все хватит уже невозможно. Ну там было много причин, не только это. Но тем не менее пластинка получилась хорошая. Все ее любят, все ее слушают. Я ее тоже слушаю, как я уже сказал, раз в 10 лет. Но помню наизусть. Потому что с детских маленьких лет она со мной всегда. И я никогда не скажу, что это плохой альбом. Просто я его слушаю редко. Ну, а вы слушайте часто. И напомню, что 24 февраля в клубе Космонавт большой концерт музыки Битлз и классического рока. Так что может быть и увидимся. Приходите. Эбби Роуд я не ругаю. Не ругаю. Это очень хорошая пластинка. Очень хорошая. Потому что Битлз вообще это гениальная группа. Что говорить-то? Это гения. Это великая музыка. Это лучшая музыка 20 века. Может быть и 21. Все. Пошел пить. Пока.